здравствуйте ребята сегодня мы с вами порисуем один из самых приятных сюжетов это морской пейзаж давайте разделим линию горизонта на большую и меньшую половину разделим лист постараемся сделать ровную линию сильно на карандаш не нажимайте чтобы под акварелью не было видно грязную грязных линии от карандаша мы рисуем акварелью поэтому приготовьте ее нарисуем линию воды она должна так проходить чтобы этот край заканчивался вот здесь не доходил до края листа до угла а эта часть начиналась где-то вот здесь было чуть ниже линии горизонта и плавными линиями такими дугообразными мы соединяем эти точки хорошо далее нарисуем отражение в мокром песке вот у нас будет закат здесь у нас будет солнышко наметим его небольшой такой кружочек и так часто бывает что остается мокрый песок и в нем все отражается мы наметим этот мокрый песок что он идет у нас где-то вот здесь вот эта вся часть это мокрый песок здесь у нас идет отражение от солнца дорожка такая солнечная где-то здесь будет само солнце отражаться тоже намечаем лишнее стираем что еще также у нас будет легкая такая на воде волна я намечу легкой линии где-то в середине это мы сделаем кисточкой и также будут птички но мы их тоже наметим кисточкой вот единственное что я бы хотел чтобы мы наметили размер птичек чтобы вы не забыли что размер птички не нужно делать огромный это обязательно необходимо рисовать тонкой кисточкой самой тонкой то есть птички у нас находятся вдалеке вот я намечу несколько чем дальше птица тем меньше она также не забываем что птички имеют разную форму давайте вспомним то есть вдалеке чайка выглядит вот так тонкие кончики крыльев и более широкое основание туловище но еще у нас бывает если очень далеко птица то и вот так она может выглядеть также бывает что она широко раскинула крылья смотрите более широко да то есть крылья бывают в разном положении и также бывает такое что птица вот вниз крылья опускает тогда мы ее видим вот в таком положении не только вверх они смотрят на и вниз момент учитывать карандашный рисунок готов можно приступать к краскам сейчас нам необходимо взять кисточку довольно большую у меня это белка мягкая кисточка беличья средний размер такой что мы сделаем для начала мы сделаем с вами небо небо мы будем делать по сырому нужно взять самую большую кисть и ей намочить лист из бумаги мы смачиваем таким образом чтобы не было огромной лужи это первое второе нам необходимо покрыть равномерно водой не оставляя сухих мест и контур там где у нас линия горизонта мы держим очень ровный также стараемся даже водой не заступать закон не заходить за него если лист немного сгибается ничего страшного это нормально намешиваем колера у нас будет несколько оттенков от голубого к желтому к розовому к синему намешаем сразу несколько чтобы у нас было готово и мы могли легко оперировать этими оттенками для начала сделаем основной цвет это переход от темно-голубого к светло-голубому я наливаю кисточкой немного воды вот в палитру и набираю теплый синий оттенок я сейчас покажу вам его чтобы было понятно показывать вот так потому что в акварели нужно именно видеть оттенок значит первый оттенок у нас вот такой достаточно насыщен и даже можно еще чуть чуть более насыщенный сделать такой достаточно средний тон можно так назвать средний тон теплый синий краски дальше у нас будет уже переход к светлому я вот здесь сделаю отдельный замес это будет чистый голубой такой прозрачный светлый голубой более легкий тон это первые два оттенка дальше у нас будет переход от среднего голубого к светлому голубому и далее к желтому то есть в какой-то момент вот мы намешиваем третий тон это будет желтый теплого оттенка теплый оттенок желтого в середине где-то между желтым и голубым будет смешение произойдет и будет такой теплый цвет это грязноватый оттенок получился нужен именно теплый желтый теплый желтый вот такой солнечный теплый желтый оттенок да для тех кто хочет рисовать гуашью эту картину вполне прекрасно подойдет гуашь такой желтый оттенок сделали замес оставили его на палитре чтобы больше не замешивать дальше у нас будет оттенок розовый опять наливаю немного воды в палитру и набираю холодный красный оттенок тут уже зависит от того что у вас есть в рабовом ваших красках палитре например вот у меня есть вот вот такой также есть немного поярче например вот такое зависит от того что есть вот что есть какой холодный красный тот и берите можно смешать один оттенок с другим тоже будет хорошо смотреться я набираю вот такой достаточно концентрированной вот такой у меня будет оттенок красный и еще один оттенок мы возьмем это достаточно густо тут должна быть краска лежать смешиваем ультрамарин ультрамарин немного теплый синий нейтральный синий будет вот такой вот у нас получается на небе будет раз два три 4 5 оттенков 5 оттенков и хорошо можем приступать краски готовы можно приступать немного подсохла бумага можно еще немножко смочить все таки то есть по сырому в чем прелесть работы по сырому акварели в том что оттенки перемешиваются между собой особенным образом появляются красивейшие плавные переходы подтеки по сухому так мы никогда не можем добиться таких красивых переходов как по сырому поэтому так мы делаем начнем с верхнего можно проверить еще раз потрогайте проверить чтобы было не очень много воды если очень много ждем вот у меня чуть чуть больше чем надо сейчас я покажу пробую показать вот мокрая чуть-чуть нужно чтобы краска вода впиталась в бумагу средняя золотая середина между совсем мокрой бумагой и высохшей вот нужно поймать эту золотую середину в этом весь секрет на самом деле работы по сырому и пока у нас подсыхает можно нарисовать желтым солнышко смотреть ведь как сильно сильно растекается краска очень далеко значит еще рано значит точно еще рано пока рано можем закрасить отражение желтым аккуратно можно даже более густой густую краску взять ждем пока там подсыхает не будем тратить время можно в отражении здесь поработать желтыми красочками вот у меня такой оттенок здесь желтый немножко синего желтый смешать и немножко синего с водой достаточно концентрированный цвет густой пока ждем пока высохнет закрасим эту часть это у нас отражение в мокром песке вот его мы делаем по сухому обратите внимание по сухому в чем здесь есть сложность иногда бывает что необходимо сделать плавный красивый плавный переход но когда мы рисуем по сухому у нас каждый мазок это четкий край имеет каждый мазок четкий край и тогда необходимо размывать этот четкий край успеть его размыть до того момента пока он сильно не впитается в бумагу и засохнет пока у нас есть время поработаем над отражением я набираю густой желтый накладываю в эту область мокрого песочка подмешиваю к желтому оранжевый или красный теплый красный теплый оранжевый солнышко входим аккуратно чтобы не закрасить можно пару мазочков таких неровных дать вот теперь смотрим видите очень жесткий край контур очень жесткий его не должно быть он нам мешает мы набираем опять этот цвет зеленоватый и проводим по краю таким образом получается мягкая линия мягкий переход еще один момент если вы хотите чтобы краска ярко легла на рисунок необходимо набирать у густо краску прямо но долго-долго-долго кисточкой вот набирать краску в кювете я вот вижу что у меня здесь не хватает яркого цвета а он мне очень необходим эта картинка сама по себе довольно яркая добавим яркости и уже желтому сделаем переход с помощью оранжевых оттенков вмешаем желтый с оранжевым сделаем аккуратный переходик так набрызгала уберу сделали переходик хорошо движемся дальше все вот теперь самое время делать небо я набираю краску которую мы с вами намешали в начале смотрите я уже вижу что мне здесь не хватает тона то есть тон светлой слишком когда набираешь на кисточку это одно а когда делаешь в палитре замес это другое значит можно добавить немного тона я веду ровную линию теперь набираю добавляю воды и делаю как бы переход к светло-голубому быстро нужно делать быстро двигаться вдоль 1 2 1 2 сделали вдоль теперь набираем уже голубой и немного желтого сделали переход такой получился теплый голубой оттенок старайтесь делать так чтобы не было полосок явных видных и теперь набираем густо-густо теплый желтый оттенок очень густо и делаем первую полосу я вижу что мне не хватает яркости желтого иногда бывает сложно набрать краску только лишь потому что очень мягкая кисточка мягкие кисточки мешают хорошо набрали но теперь чуть наклонили листик смотрите желтый перетекает голубой получится красивый переход дальше желтому подмешиваем оранжевый можно желтый с красным например смешать делаем полосочку желтый с оранжевым теперь мы делаем переход дальше набираем наш яркий розовый яркий розовый стараемся на солнышко не заходить а обходить его то солнышко который у нас нарисован я вижу что мне не хватает яркости и мне не хватает яркого цвета поэтому я возьму кисточку более жесткую синтетику и наберу краску очень густо на кисть очень густо наберу краску мне нужно сделать этот яркий цвет насыщенным вот так вот теперь мне нравится то что получается аккуратно обводим солнце ничего и страшного если зашли мы всегда можем поправить с помощью белой гуаши хорошо можно желтый с розовым смешать и сделать переход более плавный так и нам осталось сделать полоску с ультрамарином вот наш синий цвет с ним красиво сливается розовый я вижу что мне не хватает опять тонна насыщенности тона вот такой темный должен быть тон поэтому я набираю еще краску более насыщенную и делаю линию длинную а здесь вот может получиться как угодно то есть как смешается краска мы это не можем контролировать до какой-то степени здесь как такое волшебство происходит так мне еще кажется что можно добавить пару мазочков отсюда оранжевых я сделаю чуть-чуть такие более легкие может быть даже розовую полосу аккуратно хорошо пока этот это место у нас высыхает мы сделаем вот эту часть почему потому что у нас вот здесь ничего нельзя рисовать ничего не могу нарисовать пока у нас не высохнет вот этот вот эта линия горизонта иначе все сольется и не получится у нас точного рисунка можно быстро высушить феном можно подождаться подождать пока естественно все высохнет так как это закат то уже появляются темные места в природе до в пейзаже и мы их тоже должны показать вот как раз вот это место будет очень темно очень концентрированный насыщенный цвет что мы туда смешаем но любой темный оттенок то есть это может быть глубокий синий обязательно синий там любой присутствует вот такой у меня насыщенный синий синий с черным можно смешать можно фиолетовый добавить или коричневый то есть те краски которые у вас есть темное добавили и аккуратно густо закрашиваем чтобы был именно насыщенный яркий тон вот такой тональность у нас такая но чтобы все-таки края через краску чуть-чуть просвечивалась бумага если мы рисуем слишком густо как гуашью то это нарушение технологии то есть акварель не должна быть густой она все-таки первую очередь ее задача быть прозрачной хорошо далее пока у нас есть этот цвет оттеняем линию волны и можно еще такие мелкие точки как будто камни или это части природные элементы брызги может быть хорошо нам необходимо также сделать небольшой переход вот между этим цветом и этим получилось слишком большое различие тональное для этого я возьму теплый синий теплый синий смешаю его например с оранжевым у меня получается такой насыщенный цвет что и здесь еще его хочется добавить сделать такой переход небольшой и здесь немного также я вижу что у меня слишком светлая вот эта часть я ее тоже немного учим у нее то он сделал более темный хорошо вот эта часть все равно еще не высохла и но мы поработаем вот с нижней половиной какие у нас здесь будут оттенки давайте поговорим там будут голубые оттенки смешанные желтым то есть вот этот голубой который у у нас был теплый синий с водой в него мы добавляем либо охру либо оранжевый либо желтый по желанию и аккуратно мазочками проходимся по этой поверхности справа и слева чуть оставляя по центру место хорошо прошлись теперь делаем серединку более светлую набираем желтую краску желтую краску и аккуратно проводим делая переход нам необходимо сделать от голубого к желтому переход мы делаем аккуратно чтобы у нас не было жесткого контура здесь мы аккуратно размываем этот контур жесткий просто мокрой кистью можно несколько раз пройтись если не получается хорошо проверяем высохла ли высохли этот край вот эта голубая часть которая ограничивает горизонтом вот у меня я уже вижу что высохла вы проверяете трогайте пальчиком если высохла тогда можно дальше работать что я намешиваю какие цвета вот сюда уже можно больше ультрамарин добавлять ближе к горизонту мы смешиваем ультрамарин с водой он должен быть этот оттенок светлее чем небо разница между ними вот такая легкий тон опять набираем немного пройдемся справа и слева а по центру сделаем по центру сделаем такое желтое освещение и также сделаем переход от желтого к ультрамарину стараемся не оставлять белых промежутков на рисунке у нас сейчас уже все должно быть полностью закрашено хорошо что мы сейчас в принципе в общем почти все остались детали какие детали давайте утемним желтый здесь у нас яркий желтый будет вот цвет от солнца отражение утемняем его дальше далее набираем голубой теплый синий смешиваем с водой немножко желтеньким или оранжевеньким и делаем такие легкие волны мазочками более концентрированные можно набрать главное не переборщить по количеству чем дальше от нас волна тем она светлее также можно смешать синий и желтый теплый синий теплый желтый добавить несколько вот таких линий более живые мазочки оставляя промежутки между ними и мы как бы показываем такую движение воды также можно еще раз смешать синий например можно с зеленым смешать синий теплым зеленым и еще раз пройтись показать движение волны и воды так переборщила зеленым старайтесь не сильно зеленым больше 7 хорошо если где-то хочется сделать плавный переход постарайтесь его сделать вот пока раз кисточку обмыть отжать лишнюю воду можно и вот я кисть мою отжимаем салфетку и примакиваю меня остаются какие-то светлые промежутки которые мне необходимы то же самое здесь могу сделать размыть также я могу размыть вот здесь и также можно взять например у меня есть такая кисточка очень хороший для этих вещей просто обычная синтетика она с коротким ворсом и так коротенький и он очень жесткий и им нужно размывать вообще все что угодно то есть вот я вот так провожу пожалуйста я размывала то что мне необходимо было какие-то лишние линии добавить что-то убрать очень удобно вот у меня уже подсохла основная часть я вижу что у меня вот здесь очень жесткий контур я его тоже поправлю немного размываю такие вот можно легкие и не дать это море волнуются смягчаем касание здесь у джонки следите в этом рисунке за тональностью то есть что должно быть темнее что светлее эту тональность нужно всегда в любом рисунке смотреть здесь особенно здесь мне кажется слишком жестко и слишком темно я немножко размываю часть каждый раз когда я размываю я кисточку мою и отжимаем салфетку хорошо мне кажется вот здесь еще не хватает тональности усилить тон подтянуть его я возьму смешаю зеленый и синий немножко здесь утемню кусочек и аккуратно размываю его мокрой кистью нужно это сделать так чтобы не поднять не поднять из бумаги первый слой краски первый тон который мы уже нанесли хорошо проверяем наш наше небо где-то в небе уже почти все подсохло но не везде вот где такое где у меня еще остались мокрые места но в сухих местах я буду рисовать птичек значит для птичек мы смешиваем темный синий темный синий цвет можно синий с черным густо смешали красочку проверяем чтобы было сухо и аккуратно рисуем птичек обратите внимание птички сейчас будут сконцентрированы вот в этой области нигде больше и обратите внимание на размеры птичек чем ближе к нам птичка тем она крупнее чем дальше тем мельче так здесь сухо сухо также можно делать птичку по тону разный то есть чем ближе к нам птицы тем она темнее по закону до воздушной перспективы чем дальше тем она светлее проверяем чтобы было сухо каждый раз перед каждой птичкой проверяйте потому что если птичка размоется от мокрой бумаги то потом тяжело будет спасти равномерность неба то есть под закрасить мы его сможем но уже не будет ровного красивого красивой заливки почти все Вот тут еще можно птичку сделать. И вот тут можно птичку сделать. С птичками все. Еще один шажочек остался, важный. Необходимо достать белую краску, мулашку, и ей подзакрасить солнце. Тут есть тоже один интересный нюанс. Смотрите, внутри мы солнце закрашиваем белым. Или белый с желтым. Потом набираем желтую краску яркую. Смешиваем с белой. И аккуратно обводим. То есть у нас появляется такой желтый кантик вокруг солнышка. Аккуратно обводим самый-самый краешек. У меня карандаш яркий остался, я немножко подзакрашу. Так, и после этого можно еще взять, например... А, хотя нет, нет, тут больше ничего не надо брать. Все правильно, все отлично. Потому что у нас темное розоватое небо. И на этом темном контрастно ярко будет выглядеть бело-желтым. Последний момент, что осталось, наберем на кисть краску и поставим свой автограф тоненькой кистью. Я надеюсь, у вас получились красивые работы. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok